Финал чемпионата России по уличному баскетболу прошел во Владивостоке. Мероприятие такого масштаба столица Приморья принимала не в первый раз. Два года назад здесь также состоялись финальные матчи российского чемпионата, в котором победила владивостокская команда ПСРЗ. В этом году в борьбе за главный трофей участвовало 15 команд. Приморский край представляли 5 сборных – Уссурийская Репа и 4 коллектива из Владивостока – ВМТП, Либерти, ДГУ и все те же ПСРЗ. Но, увы, внушительный состав края в этом году подвел. Многие болельщики были расстроены из-за того, что на групповом этапе отсеялись сразу три наши команды. И осталось только Либерти, которая также вылетела из борьбы за призовое место. Но чуть позже на стадии 1-4 финала. В итоге в матче за первое место встретились Московская Роснефтьохрана и Новосибирская команда Юго-Запад. На протяжении игры москвичи доминировали над своими соперниками и в итоге завоевали чемпионство со счетом 14-9. Хоккейный клуб «Адмирал» уступил в гостях у Сочи. Игра стала едва ли не ярчайшим событием недели в КХЛ. Причиной тому стали 11 шайб, побывавших в воротах. Игроки Сочи первыми открыли счет, а через 3 минуты удвоили преимущество. «Адмирал» сумел вернуться в игру перед первым перерывом, а в начале второго периода счет сравнял. В целом он дважды был равным. Но в третий раз команде Андреевского не удалось догнать соперника и перевести игру в овертайм. 6-5 в пользу хозяев. Забив 5 голов и проигрывать в игру, конечно, очень обидно. Считаешь все-таки на очко мы сегодня наиграли. Но как сложилось, так сложилось. Поэтому опять немножко мы не вошли в игру. Вот это у нас уже становится такой плохой традицией. Моряки таким образом расположились на 10-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Адмирал» проведет в гостях у Нижегородского торпеда. «Луч Энергия» прервал безвыигрышную серию с 10 матчей. Приморцы в гостях одолели «Спартак» «Нальчик». Единственный мяч в этой встрече забил Илья Михалев в первом тайме, когда футболист, оказавшись во воротарской зоне, застал врасплох галкипера хозяев. Правильно мы сегодня сыграли. Правильно сыграли без ошибок. Без ошибок сыграли как мужики, дали бой вашей команде. Ну, я считаю, что заслуженно победили. Еще плюс смогли в быстрых атаках еще забить. Но несмотря на победу, желто-синие так и остались на последнем месте в турнирной таблице, лишь сократив отставание от других аутсайдеров лиги. Следующий матч владивостокцы проведут на домашнем стадионе «Динамо». 17 сентября «Тигры» сыграют против «Нефтехимика». Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.